Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во свободе иерархии московской патриархии и священники убеждены, что полной свободы нет. Они понимают, что свобода будет только тогда, когда Дума, Президент примут законы, гарантирующие им господствующее положение во всех сферах жизни. Когда объявят вне закона сектантов и ретиков всех до единого. Когда все вернется к образцу святой в кавычках Руси, как было при благочестивящих царях православных. Эти иерархии и священники, они же из того самого народа, что нас окружает. Только в ином и одеянии. И больше амбиций и гордости, перестающих в гордыню. Они не любят Христа, не знают Писания и не хотят, чтобы Библия была авторитетом во всем и везде. Вот некоторые отрывки из газеты «Труд». 5 июня 2004 года. Страница 3. Читателем. Труда, отвечает митрополит Кирилл. Кавычки открыты. В начале 90-х годов в нашей стране выпало новое испытание. Нашествие целой армии сектантских проповедников. Преимущественно из-за рубежа. Известные силы решили воспользоваться моментом, когда, по их мнению, народ оказался в идеологическом вакууме, чтобы изменить сам цивилизованный код России. Но из этой затеи ничего не получилось, потому что русская православная церковь, несмотря ни на что, сохраняла свой духовный и интеллектуальный потенциал и смогла оградить паству и народ от лжеучителей и их лжеучений. «Сам феномен возрождения казачества в современной России напоминает нам о действии промысла Божия в человеческой истории. Именно в казачестве преемственно сохранились патриотические идеи, глубоко православная воцерковленность, жертвенная готовность защищать Родину, исконные обычаи и традиции русского народа». Кавычки закрыты. «Вопрос о Ильюнановском календаре» – это вопрос исторический, астрономический, отчасти этнографический, но уж никак не сатириологический. Сатириология – учение о спасении. Кавычки закрылись. «Здесь нет ни одного слова, ни одной мысли, по которым можно было понять, что говорит верующий, и тем более православный, и тем более Ирак. Это слово и речь номенклатурного профессионального политика, виляющего в лабиринтах мельцающего сознания, что выгодно верить по-своему, не сверяясь Библии. Относительно сектантов, или Кирилл ничего еще не понял, или тянет эту ноту, что все у него в порядке, что устояли, что никто не поверил сектантам. О, каком коде России лопота не у него только, и одержимый с казачеством, и святой в кавычках «Русью». Ничего этого нет, а есть балаганное, маскарадничество и кормушка. Очень похоже, что своим переемникам оставят в сегодняшней иерархии одно старье и невежество, сущие язычество и дикое шаманство. Что есть ищущие, чуточку живое, оно легко выдуется из затхлости и темноты, в которой держат иерархи своих кормильцев. Кого они «окормляют» баснями, чудотворчеством, мироточением и хульными канонизациями, идет бессовестная игра на оболвание в конец затюканных уже православных, от которых Библию скрыли. Иеремия, 23 глава, 27 стих. «Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала?» Псалом, 137, 2. «Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Даже слово «спасение» сумел зашифровать маститый иерарх, но глядет к исполнению пророчества на насаждение небожие. Иезекииль, 20 глава, 46 стих. «Сын человеческий, обрати лицо Твое на путь к полудню и произнеси Слово на полдень, и из реки пророчества налез южного поля». Кавычки открыты. «Заключаю, что через поколение, много через два иссякнет наше православие. Если не изменят у нас образ воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истина христианства, а наконец и совсем кончится. Останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира». Феофан Затворник, 1863 год. Неоспоримый факт. Мы все умрем. Один чуть раньше, а другой попозже. Промозглым утром, ночью или днем, смерть на скаку натянет наши вожжи. Осядет пыль от сношенных копыт, остынет пена на губах, на холке. Захочется воды молекулы испить, да что просить, ни проку и ни толку. Прошедшее принадлежит лишь мне, богатством почитавшееся сгинет. Армагеддон дымится в каждом дне, все-все в воспоминаниях отныне. Уроки и экзамены экстерном, разводы капитальные разъезды. В записках у памяти неверной исполосуют миллионам лезвий. И я бы мог бежать со всех бы ног, как сиротелы, нищим на подмогу. С овцы паршивой пусть хоть бы, хотя бы клок. С тезю добра торить через дорогу. Мог быть учеником не сонным у Иисуса, не быть нахлебником у жизни паразитом. Найти, кто под скалой замерзшие трясутся, пролить свой свет добра, любви визитки. Мои амбиции, обиды, вожделения, те, без которых было невозможно, вдруг стали палачами, а я их вечный пленник. Они терзают душу, строят рожи. Смерть, страхом обуянный, озираюсь, не за чертой могильной, а сегодня. Мой день шажок к немыслиму украю и пячусь в ужасе от обольщений модниц. Я верю Иисуса обещаниям, что только Он за грех платил голгофой. Распни его, мои грехи кричали, отпиршись со стола, ему сметая крохи. 21.06.04. Игла. Игнатий Лапкин. Продолжение следует. Продолжение следует...